Руководство и народ Молдовы искренне благодарны за помощь, оказанную рядом стран, для того, чтобы наше государство сумело преодолеть кризис, вызванный пандемией. Отвечая на вопрос телеканала Акчин ТВ в рамках платформы «Президент отвечает», Игорь Дадон перечислил государства, которые оказали реальную помощь Молдове. Мы уже получили в виде реальной помощи не просто обещаний, а именно помощи, потому что обещаний было много. Реальную помощь мы получили от КНР. На протяжении последнего времени они нам передали несколько тысяч тестов и сегодня еще три тонны необходимой помощи в борьбе с COVID-19. Итак, Китай, Россия, Швеция, Турция, которая сейчас разблокировала гуманитарную помощь, несколько грузовиков, которые должны скоро прибыть в страну. И Соединенные Штаты Америки, которые доставили партию компьютеров в распределительный центр Молдэкспа. Стоит отметить, что в пятницу утром Молдова получила очередную партию гуманитарной помощи от Поднебесной, состоящую из всего необходимого для защиты медперсонала. «Речь идет о трех тоннах гуманитарной помощи, включающей обмундирование для личной защиты медицинского персонала. Мы говорим о масках, бахилах, перчатках и другого необходимого в борьбе с COVID-19». «Для меня честь участвовать в этом мероприятии, в котором мы передаем гуманитарную помощь со стороны Китая. Сейчас коронавирус нового типа распространяется по всем сторонам мира, и количество заразившихся растет изо дня в день. Однако мы надеемся, что Молдова справится с этим заболеванием и благополучно выйдет из кризиса». При этом, продолжая тему помощи со стороны мирового сообщества и ближайших соседей, глава государства сообщил, что есть открытость со стороны Румынии, которая решила не блокировать экспорт медикаментов из Румынии в Молдову. Также, по словам президента, помогает и соседняя Украина, открывая зеленые коридоры для того, чтобы наши сограждане, возвращающиеся из России и других стран СНГ, смогли попасть на родину. Кроме того, Игорь Дадон отметил, что слышал заявление о готовности Евросоюза помочь нашей стране, уточнив, что очень надеется на то, что и эти обещания будут исполнены.